И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа. Рождество Иоанна Предсечи На протяжении долгих тысячелетий человечество ожидало пришествия в мир Мессии, Сына Божьего. Но вот приблизилось исполнение обетования, данного Богом еще первым людям в раю. Сын Божий должен был воплотиться и стать человеком, чтобы восстановить утраченный в грехопадении союз человека с Богом и открыть людям путь к вечной, блаженной жизни. Но до этого великого события должно было пройти еще одно. Появление на свет человека, цель жизни которого – подготовить людей к принятию Христа. Этим человеком был святой пророк, предсеча и креститель Господень Иоанн. В одной из заповедей блаженств говорится «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Совершенного Бога может познать только тот, кто сам стремится к добру и святости, кто покаянием очищает свою душу от тьмы греховной. Вот почему в своей проповеди предсеча Господень так много говорил о покаянии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», взывал Он к еврейскому народу. Пророк Божий родился в семье иудейского священника Захарии. Захария и его жена Елизавета дожили до преклонного возраста, но не имели детей. В ветхозаветном Израиле это считалось позором и знаком неблаговоления Божия. Но однажды, когда Захария по обычаю совершал служение в святилище храма, ему явился архангел Гавриил. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит себе сына». «И наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом». О чем же молился благочестивый священник, исполняя свои священнические обязанности? Наверное, не о том, чтобы Господь в столь преклонном возрасте послал ему сына, утешение и отраду старости. Будучи праведником, он, видимо, усердно молил Бога о скорейшем пришествии Спасителя. И его молитва была услышана. Рожденный его неплодной женой сын станет предтечею долгожданного Мессии. Предреченное ангелом было столь чудесно, что старец Захария смутился. Он не поверил божественному посланнику. Тогда ангел сказал ему, что за свое неверие он наказывается немотой и будет оставаться нем до свершения предсказанного. Слова архангела Гавриила в скором времени сбылись. Елизавета, жена Захарии, ожидала рождения первенца и благодарила Бога за его великую милость. Время ожидания рождения будущего пророка было для Елизаветы радостным и благодатным. Еще в утробе своей матери предтеча Господень показал свою близость и духовную связь с Богом. Это произошло при встрече Елизаветы с Пресвятой Девой Марией, будущей Матерью Господа. Пресвятая Дева, зачав божественного младенца, поспешила поделиться этой радостью со своей родственницей, праведной Елизаветой. Матерь Божия совсем юной и лишилась родителей, и поэтому праведная Елизавета, возможно, была особенно близка ей. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, повествует евангелист Лука, взыграл младенец в очреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа. Уразумев, что к ней пришла Матерь Самого Господа, она воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего». Вскоре после этой встречи у Елизаветы родился сын. По обычаю, родственники собрались на восьмой день после родов, чтобы дать имя ребенку. Они хотели назвать его Захарией в честь отца. Но Елизавета воспротивилась. Она сказала, что новорожденного нужно назвать Иоанном. Таковым было желание и отца ребенка Захарии. Как только имя было избрано, уста Захарии отверзлись, и он вновь смог говорить. Исполнившись Святого Духа, он пророчествовал, говоря, «Благословен Господь, Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление Ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израиля. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова